привет ребята сегодня на моем канале интересное будет видео видео распаковки планшета teclast x 98 air 3g очень долгожданный долгожданная посылка ждал очень не было интересно посмотреть на этот планшет значит этот планшет у меня второй на канале первые у меня был куб талк 9x кстати распаковочку и обзор на него будет ссылочка вот здесь очень не устраивал тот планшет по всем параметрам за исключением одного но там с экраном была маленькая такая как бы проблемка китайцы ставит место между тачем и дисплеем такую пленку якобы антибликовую из-за которой она создавала эффект кристаллизации зернистости крана если честно она мне очень сильно сильно напрягала в общем итоге взяла его и продал и долго подыскил себе на замену планшет и остановился на этом варианте teclast x 98 3g 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 air 3g значит сейчас я быстренько расскажу как я сделал заказ и значит сегодня это будет распаковочка и обязательно где-то может быть через недельки 2 будет на него обзор так как хочу его больше времени протестировать и посмотреть все его реальные как говорится плюсы и минусы значит как вы заметили у меня пакет дачиловский значит пару слов о продавце покажу сейчас трек номер как выглядит дачил так здесь не фокусируется у меня вот посмотрите вот так выглядит номер дачила что хорошего хочу сказать о продавца продавцей продавец очень общительный очень быстро начал на мои вопросы также почему выбрал его потому что он единственный из сей торговой площадки кто работал то есть отсылал дачил именно только за 15 долларов если знать что-то очень дорогая доставка экспресс всего 45 дней шло до молдовы с нами с момента заказа и ну как нет момента заказа с момента отправки продавец общительный в общем ничего плохого сказать не могу здесь что долго отправлял потому что были какие-то непонятки там с адресом есть с моим индексом моего города а так все нормально вот единственное что мне не нравится вот этот посмотреть ее вскрывали но здесь тоже вот наклейка DHL так что думаю фирма серьезная все с этим в порядке теперь чем же интересны интересен конкретно этот планшет он сделан таком же форм-факторе как и тот куб мой куб так 9x тот же диагональ экрана тоже похож почти также он выглядит за исключение того что он белом цвете идет и у него экранчик где должен быть получше батареи поменьше ну и соответственно и параметры характеристики сейчас которых и попозже них вам я расскажу так ну что давайте распаковывать уже нет терпения здесь такая лента если я что-то буду там заикаться или говорить не то и поправлять себя это все потому что я немножко волнуюсь значит на момент заказа он стоил 195 долларов плюс 15 долларов я заплатил за доставку DHL можно было заплатить принципе и обычный там сингапурской почты намного дешевле но скоро у них новый год поэтому я торопился поэтому ребята я заказал DHL планшет очень интересен тем что у него процессор intel и как бы он позволяет использовать две операционные системы можно либо windows либо чисто android и и либо dual boot то есть с двумя операционной системы и windows и android но я данный момент я заказал чисто на андроиде операционной системе но и как бы и не планирую устанавливать либо windows либо двойную загрузочную систему как бы мне устраивает один android много очень противоречивых мнений про этом планшете если вы почитаете ветку 4 да то вас станут дыбом волосы ребята потому что кто-то его хай кто-то его хвалит кто-то и наоборот ну короче его как говорится ругают много у него косяков есть опять же многие говорят что у него проблемы с тачем с контроллером заряда с там еще android play market не работает с коробки надо шаманить прошивки сыроваты якобы этот intel не дружит с операционной системой android но чтобы об этом всем разобраться поэтому я его заказал мне очень реально интересно как на самом деле он будет я ничего не собираюсь его не прошивать ничего вот как с коробки так и буду им пользоваться потому что опять же напоминаю на том форме там и перепрошивает его и что-то там с биосом проблемы все это проблема как обычно я заметил начинается после того как начинают него лазить подключать в у тг там разные хабы с активным питанием от которого горят контроллеры и в общем не знаю что то только там не творят на этом форуме я почитал говорим что очень стрёмно но я решил вот реально ничего не делать каком виде он есть так и посмотреть вот можно с тема с коробки с ним пользоваться как мы видим по состоянии коробочки есть маленькие такие вот помятости не знаю как это все отразится на нудро сейчас распакуем то есть откроем и посмотрим вот видно здесь значит что эта версия 3g без семья и gsm тогда давайте быстренько я пробегусь по характеристикам перед тем открою потом открою и будем смотреть на на него значит так модель называется еще раз говорит и класс x98 air 3g стоит процессор intel bait rail z37 36f он 4 ядерный квад-кор 64 битная система работать что ты работаешь на максимальной частоте 22 и 16 гигагерц значит процессор так вам сказал графический процессор intel hd graphics операционная система 444 должна стоять раму на 2 гига начнут у меня память 32 гига диагональный дисплея 9 и 7 дюймов разрешение здесь у нас ретина дисплей 2048 на 1536 пикселей поддержит карты до 128 гигабайт передняя камера 2 мегапикселя задняя 5 с автофокусом есть только g-сенсор мультитач на 10 касаний bluetooth поддержит оттг видео воспроизводит 1080p и 4 кей заявлено не знаем посмотрим также есть чпс встроенный от gps 3g 2g он же телефон как звонилка получается батарея 8500 миллиампер ну и вес его где-то 520 грамм и толщина в районе написано что 7 и 4 как бы заявлено продавцом а так это где-то районе 881 миллиметров так вот такие вот характеристики коробочка вот так вот она все выглядит все это дело на вес тяжеленький ну что ж давайте откроем и посмотрим а то и так я намного уже много наговорил здесь такая вот мягкая штукенция для того чтобы ничего не повредилось так вот сам планшетик пока что отложим его сторону и посмотрим что у нас тут есть по комплектации значит комплектация мануал ну нет смысла смотреть потому что на китайском понятно от эгэ кабель ой-тэгэ кабель что я говорю кабели юсб и мини юсб так от эгэ кабель тоже беленький зарядное устройство на 2500 миллиампер но и переходничок к нему вот и в принципе еще вот гарантийный талон наверно здесь все вот такая вот комплектация не сильно как говорится богатые но и не сильно скудная ну давайте теперь приступим самому интересному к саму планшетику процессе продавца перед тем как отправить его проверить чтобы дабы избежать какие-то проблем дальнейшем не знаю сделал ли он это не сделал посмотрим так ребята на первый взгляд на первый взгляд планшетик симпатичненький давайте быстренько пробежимся по интерфейсам значит спереди у нас находится камера которая играет 2 мегапикселя дисплей 9 и 7 дюймов но вы видите что он очень напоминает ipad air так больше спереди ничего нету нету никаких датчиков приближения не освещенности так теперь с левой стороны у нас включение кнопка кнопка включения качелика громкости здесь слот под карту памяти микро и полноразмерная sim карта планшета звонилка и тут же рядом микрофон теперь справа у нас ничего нет сверху у нас ничего нет снизу micro usb разъем наушники 3.5 джек и микро этот hdmi разъем и теперь с задней стороны камера 5 мегапикселей с автофокусом и два динамика стерео по моему да серо динамика также здесь алюминиевая поверхность говорят стать она очень царапается ну проверим говорю будет обзор и все это мы выясним что хочу сказать на первый взгляд очень все красиво вроде бы как бы на первый взгляд и если честно выполнен он добротно были там какие-то тоже на 4pda ну отзывы про него что он скрипит лифтит вижу пока что этого я не наблюдаю ну что же давайте его заведем планшет холодненький только что занес его с улицы да здесь такая пластмассовая еще забыл вставочка здесь наверняка вай-фай антенна и 3d для того чтобы звонить ну давайте запускать все это дело ты под прямо знаете честно вот вы возьмете почитать эту ветку я немножко естественно переживаю все гряди до пилинс авто либо не знаю что но есть в общем есть какие-то проблемы планшет очень хороший железо неплохой железо очень хорошее но вот с софтом надеюсь здесь стоит последняя прошивка да чуть не забыл планшета существуют разные ревизии сколько я читал я так и не понял но примерно понимаю что чуть-чуть они отличаются то есть может быть тоже название тоже серия но здесь написано сзади если присмотреться с ревизиям книгу мне 1 ревизии были другие сейчас идут c87 c8 g7 ревизия но так как я понял это c8 g7 это c6 g6 самые распространенные ревизии вот поэтому ну до конца что такое ревизия не понял так что вы если знаете напишите пожалуйста комментарии ну так планшете прогрузился давайте посмотрим что здесь такое установлено на нем пока что вижу все на английском языке на английском языке давайте попробуем поменять на русский и у нас тут setting пока что не буду снимать эту пленку и сзади возможно понадобится его в случае чего отсылать назад и не знаю короче но посмотрим пока что не буду так давайте мы посмотрим где у нас тут язык и поменяем почему-то стоит английский австрия интересно вижу вот он все на русский язык мы поставили сразу обратил ваше внимание здесь стоит очень много китайского софта но не спешите все это дело удалять потому что этот софт где-то полезен чем-то то есть придут и удаление лучше почитайте ветку на 4pda и там наверняка вы точно узнать что удалять вот здесь такой вот есть тикласт авто авто обновление и вот он не всегда может корректно будет работать если вы удалите 10 китайский софт рекомендую вам перед тем как его удалить скачайте titanium backup очень полезная программа и там есть функция заморозить попробуйте заморозить попользоваться если не отразится на системе то смело удаляйте стоит установлен play market но пока что неизвестно если он рабочий потому что тоже это одна из проблем этого планшета ну давайте посмотрим что у нас насчет яркости как видно яркость стоит почти на минимуме если мы увеличим яркость то ребята я хочу вам сказать что она просто офигенная у меня даже затемнилась камера яркости вижу более чем достаточно кстати тот мой планшет куб страдал этим у него была очень слабая яркость экрана но вот из уже и я смотрю на этот экран и я вижу что он намного качественнее чем тот который был на том планшете куб давайте посмотрим какая прошивка стоит лету зайдем настройки неинтересно стоит ли прошивка то у которой уже play market рабочий я пока что в общем плане все это рассказываю вам потому что будет подробный обзор и там нет более все это подробно расскажу пока что это у нас распаковка я включу принципе больше ничего наверное не буду делать проверять а когда уже попользуюсь им и мне будет создаться какое-то впечатление о нем хорошее то как говорится я уже смогу вам это все ну о нем уже более подробно как бы рассказать о его недостатках и преимуществах так прошивка у нас стоит эта прошивка модули связи да вот у нас c87 g g7 то есть на это это интересно как бы ревизия на который в принципе все есть на этом форуме ребята если у вас не кривые руки все вы можете установить и заставить его работать то есть планшет интересный ему просто нужно немножко более доработать как бы его доделать по железу он неплохой софт нужно немножко подшаманить так скажем ну что планшет очень приятно лежит в руке пока что я никакие повреждения не увидел говорят он гнется это немножко читал где-то что планшет немножко гнется гнется из-за того что он алюминиевый корпус и у него нет рамы но я пока что не наблюдаю вот если посмотреть он ровный ну естественно вы не будете предлагать нем усилий чтобы погнуть так что даже так как то говоря сравнивать что да он так же гнется как и iphone 6 ну не знаю не знаю что сказать вам на это ну в общем так его посмотрел на первый взгляд планшету планшет внешних дефектов не имеет пока что я доволен а уже время покажет при длительном тесте как как он что и как ну что ж кому это понравилось этот планшет и ссылочку я дам мы в описании она будет внизу так посмотрим на что еще здесь ну много очень китайского софта посмотрим будем моделять наверное или что-то с этим делать стоит браузер на том брау кстати на кубе браузер не шел этот google chrome он вылетал посмотрим как здесь так файловый менеджер здесь есть видео трейлер какого-то тормозов нету качество ребята очень хорошая не могу вам передать стоит кстати динамик можно так сказать хорошенький получит тоже чем том планшете это понятно с этим все понятно на порядок лучше ну давайте посмотрим давайте поставим яркость побольше да и принципе не надо и так ярко вернуться так понятно да цвета зашибись вообще все просто как будто смотрю не планшет в реально какое-то окно краски и да да краски и насыщенность и вообще все очень 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 четко можно даже так сравнить даже с айпадом реально был бы айпад поставил бы рядом и чтоб сравнить вот так принципе ничего не тормозит пока что на первый взгляд нормально все идет но все это мы будем разбираться в в этом в обзоре на него так что ребят ждем обзор с нетерпением и там где поделюсь своими впечатлениями и опытом за все это время за две-три недели сколько я буду им пользоваться ну что ж ребят на этом буду заканчивать принципе мне добавить нечего по этому планшету вот пока что он не устраивает положительные впечатления да кстати вот телефон он еще как звонилка поддерживает 3g можно звонить в принципе впечатления положительные а уже там время покажет ну что ж на этом буду заканчивать если вам ребята это видео понравилось и было полезным то ставим все лайки подписываемся на канал тем кто не подписан спасибо всем что потерпели меня и посмотрели это видео всем желаю удачи и пока пока